Привет, мир! Мы на горе Ваттаваара, в таинственном и атмосферном месте, имеющем статус памятника природного ландшафта и все чаще входящим в списки самых необычных мест России. В этой горе ходит множество мистических легенд, а некоторые называют ее местом силы и паломничества шаманов. Ну а с точки зрения науки, Ваттаваара — это скальный массив в Муизерском районе центральной части республики Карелия и наивысшая точка западнокорейской возвышенности. На плато священной горы Саамов и Карел ведут узкие тропы. В самом подъеме нет особой сложности, но немного потрудиться все-таки придется. По пути можно встретить родник с чистой питьевой водой, так что у многих туристов появляется соблазн встать лагерем прямо на вершине. Однако у основания горы висит знак, запрещающий разводить открытый огонь, а на плато гуляют довольно сильные ветра, так что мы предпочли поставить палатку внизу, у основания. Впрочем, эти ограничения остановили далеко не всех, и позже, гуляя по плато, мы неоднократно встречали следы кострич и стоянок, Около 15 лет назад здесь был сильный пожар. Возможно, как раз это одна из причин мрачных видов. Повсюду встречаются обугленные деревья, мехи и огромные сейды. Это такие огромные валуны, стоящие на несколько более мелких камнях. Есть мнение, что это культовые сооружения древнего народа, другие считают результат работы природы. Еще одна достопримечательность горы, так называемый амфитеатр из скал, который окружает озеро. Оцените это буйство красок, не зря говорят, природа лучший художник. Конечно же, и вокруг этого места есть таинственная теория. Дело в том, что анализ воды в озере показал аномально высокое содержание фосфора. Одно из объяснений, он образовался на месте массовых жертвоприношений в результате распада костей. С вершины горы открывается потрясающий живописный вид на просторы корейских лесов и болот. Да, вокруг горы большая территория болотистой местности, поэтому рядом с ней довольно много комаров, особенно в вечернее время. Будьте к этому готовы, подбирайте одежду и запасайтесь репеллентами. В поисках отдаленной достопримечательности, так называемой лестницы в небо, мы как раз и прогулялись по местным болотам. Советую использовать навигатор, так как без него найти эту точку нам бы точно не удалось. А вот и сама достопримечательность – лестница в небо из 13 ступеней. Есть мнение, что это работа рук человека. Стоит сказать пару слов и о том, как добраться до горы Ваттаваара. Исхожу из личного опыта. Мы добрались на поезде до станции Гиммельская, дошли пешком до поселка Гиммалы, он совсем рядом со станцией, и в местной туристической базе договорились о трансфере к основанию горы. Стоимость шестиместной буханки – 2000 рублей в одну сторону. Также мы договорились, чтобы нас забрали через один день обратно. Если собираетесь ехать самостоятельно на личном авто, предупреждаю, здесь очень плохая дорога, постоянные ямы и огромные лужи, в которые обязательно попадете. Здесь можно проехать на внедорожниках и джипах, но я крайне не рекомендую ехать сюда на легковом авто. Расстояние от поселка до горы примерно 20 км. Подводя итог Погорева Тавара, стоит сказать, что это место безусловно любопытное, колоритное и очень атмосферное. Так что неудивительно, что в последнее время оно становится все популярнее у туристов. А напоследок покажу вам кадры с озера Гиммальское. Оно находится недалеко от ЖД-станции, и на его берегу мы также ставили палатку, так как поезд приходит сюда в 3 утра и идти сразу в поселок бессмысленно. Делюсь с вами координатами этого классного места, а также прекрасными видами заката в период белых ночей. С вами была команда Привет, мир!